Этот классический рецепт брусничного торта понравится даже девочкам на диетах и тем, кто соблюдает правильное питание. Торт, постный и вегетарианский, низкокалорийный, вкусно и полезно. Этот брусничный торт в домашних условиях, лучшие угощения для дорогих домочадцев и гостей, главное, не спешите. Чем лучше корж остынет перед нарезкой, тем проще его будет резать вдоль, чем больше крем постоит в холодильнике, тем лучше будет размазываться. Ну и сам торт лучше подавайте холодным, когда глазурь засохнет, а крем пропитает бисквит, желая удачи. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. 1. Сделаем бисквит, смешаем сухие ингредиенты, сахар, муку, разрыхлитель, какао, потом добавим растительное масло и сок, перемешаем до однородности, в высокой форме выпекаем полчаса при 180 градусах, остужаем. 2. В блендере измельчим бруснику с сахаром, манку отварим отдельно, должна быть густой, добавим к ягодам, перемешаем. 3. Крем, чтоб лучше мазался, охладите в морозилке или холодильнике, порш, когда полностью остынет, нарезаем вдоль, каждую часть смазываем кремом, накладываем их друг на друга. 4. Для глазури смешаем какао, сахар, добавим 0,5 ч, ложки растительного масла без запаха и 3 столовой ел, очищенной водой, доводим до кипения и поливаем торт сверху, готово. Вкуснее тем, кто подпишется. Вкусняшки, подписавшимся. Необходимые ингредиенты. Мюка, 2 стакана, масло растительное, 4 стакана, сок яблочный, 1 стакан, можно любой другой, сахар, 1,5 стакана, равными частями добавим в тесто, глазури крем. Какао, 8 столовых ложек, 2 столовые ел, для глазури, остальное, в бисквит. Манка, 2 столовые ложки, брусника, 350 грамм, разрыхлитель, 2 чайных ложки, количество порций, 4-6. Надеюсь на скорую встречу на канале. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok